Вопрос-ответ 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 Следующий вопрос от Елены и еще от многих-многих пользователей. Все они касаются гибели Ричарда Рокфеллера и вас просят прокомментировать эту гибель с текущими мировыми событиями. Вопрос-ответ 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 может быть гораздо гораздо больше чем 2 мая и события могут развернуться гораздо более серьезные чем в славянске славянске поэтому вот работа в одессе информационная она очень много значит для того чтобы предотвратить такое развитие событий поэтому где вам участвовать что предпринимать это решать исключительно вам но вот наше видение такое и в связи как раз событиями на украине очень много пользователей просят вас прокомментировать действия таких личностей например как пушилин болотов то есть конкретно пройтись в персонале про каждого рассказать отдельно что вы скажете это вообще кадровый вопрос он очень серьезный вопрос касаться его не имея возможности возможности скорректировать в нужном направлении непосредственно сейчас сразу это рисковать очень многими жизнями поэтому мы не отвечаем вот уже несколько раз было таких вот вопросов приходили на запись предлагали записать там разных людях любая такая информация наше видение этой роли каждого этого человека в этом процессе она будет очень серьезно поспоримы для врагов вот поэтому к сожалению это вот как раз разряд военной тайны комментировать по людям по этим не можем хотя вот как вы заметили иногда у меня когда уже больше так скажем нет возможности молчать и надо где-то скорректировать я иногда что-то говорю но это максимум что можно по нашей оценке сказать вот так публично это очень серьезная работа внутренняя вопрос далее от алексея скажите пожалуйста как вы относитесь к деятельности махно ведь эта фигура безусловно неоднозначная зачастую с экранов телевизоров ему приписывают негативный образ но все же в последнее время его как бы начинают реабилитировать его имя звучит таких крупных проектах как имя россии полководцы россии сняли вот семь лет назад художественный фильм про него но что в то же время имя его остается нарицательным почему действительно он такой плохой или это до сих пор дают знать о себе оценки советской пропаганды дело в том он неплохой и нехороший он человек своего времени и как человек своего времени и идеологической подготовки профессиональной управленческой подготовки он действовал так как понимал необходимым и целесообразным нравственность одна а возможности оперирования в конкретной обстановке возможность вот что-то решить заставляла его идти на союз с разными людьми как хорошими так и не очень хорошими были на союзы ситуативные то есть вот этот пример метущегося человека человек который попал в горнила гражданской войны и чьи долговременные интересы разошлись в конце концов с интересами страны почему он оказался во франции вот если бы они у него долговременные интересы сходились у него была достаточно серьезная возможность с тем же с михаил васильевичем фронзы нас наладить нормальный контакт а не психовать по поводу того что творил тухачевский по отношению к тому же махно тухачевский это троцкий это было бы другое но вот ей есть что есть что касается вообще же истории надо нормально относиться к истории надо изучать во всей полноте вот изучение кстати личности махно может сейчас в значительной мере снизить меру кровавости всех событий которые происходят на украине и будут расширяться вот если вот сейчас все стараются кто для красного словца кто чтобы покрепче звучало говорят о том что на украине идет гражданская война и к вопросу на первый а мы чем интересует людей а мы говорим единственный пожалуй что еще гражданской войны на украине не идет на украине сейчас идет карательная акция по отношению к части населения с целью его полного уничтожения или же его перемещению в качестве беженцев куда угодно гражданская война еще на украине не началась несмотря на преступление фашистов в одессе мариуполе он она еще только зреет и она вызревает очень быстро вот еще есть возможность превратить реальную антитеррористическую операцию которую проводят повстанцы юго-востока страны против фашистской банды в киеве вот превратить в освободительный поход вот это вот восстание превратить в антитеррористическую операцию и тем самым арестовать киевскую банду навести весь порядок в стране вот вы думаете что просто так что ли киевская банда на восток отправляет людей исключительно с запада а при этом когда люди погибают стараются написать какую-нибудь что типа от пневмонии там умер или шел упал очнулся вернее не очнулся уже и гипс накладывать не надо для чего они делают это они делают для того чтобы раскачать запад и стравить запад с востоком вот тогда начнется полномасштабная гражданская война сейчас же есть сопротивление части народа тому что их пытаются уничтожить почему сейчас украина как бы более-менее свободно потому что под воздействием смрад люди уверены что там либо какие-то боевики либо вторжение какой-то россии либо что-то то есть как бы защищается государство и поэтому сейчас не надо смотреть на легитимность вот это киевской банды вот этого новой избранного в кавычках и без кавычков президента вот без кавычек порошенко мол давайте все это отпустим как бы сейчас не то надо внешнего агрессию отразить но вот пока люди так думают готовится полномасштабная гражданская война везде которая захлестнет именно все общество все слои сейчас она территориально ограничена и вот такого гражданского противостояния на юго-востоке как такового нет есть противостояние именно фашистской карательной акции но гражданская война не за горами слишком быстро и все это идет слишком быстро и полыхнет вот тогда не дай бог будет гражданская война но вот сейчас сказали о том что россия да все-таки не признала порошенко как легитимного президента его никто не признавал ну поймите простую вещь вот то что там говорят сми про то президента сми до говорят что прошу признали но так сми то у нас очень слабо подконтрольный государству сми больше ориентируются на соединенные штаты и они естественно раз там сказали называть его президентом значит и будут называть а никто не говорил никто ему поздравительный не посылал что фактически является то уведомлением что мы вас признали и мы вас считаем президентом ничего подобного ему было сказано у него есть исторический шанс стать президентом встать в будущем если он прекратит карательную операцию но мы же реально понимаем что в киеве нет никаких самостоятельных фигур что эти все президенты они президенты то есть их назначили вот я тебя назначаю будешь президентом вот как иностранная разведка отсылает резидента да так и они отсылают выбирают не резидента резидент поэтому россия даже в плане таком структурном мы его как президента как главу государства не признала как временно исполняющего обязанности по управлению да здесь мы никуда не денемся неизбежно будут контакты это государство рядом с нами все события которые происходят на территории украины непосредственно касается того что происходит в россии даже в том плане что уже снаряды прилетают на территорию к россии со стороны украины что уже пули прилетают со стороны украины на территорию россии убитые уже есть не только раненые вот как мы не будем здесь это и нам необходимо иметь определенно мы что хотим войну мы не хотим войну с украины нам не с чем вы не зачем воевать с народом украины это украинская вот это киевская банда фашистская а выполняя приказ соединенных штатов стремится развязать войну россии с украиной делает все что угодно вот смотрите какая ситуация был мы на прошлом о чем говорили был план они вторгаются захватывают какое-то село мы их выбиваем и они показывают что вот как бы россия напала на украину этот план рухнул почему потому что один бмп который был отправлен в разведку засел его захватили планы стали известны так они отказались от этого плана ничуть не меньше они тут же приняли решение какое а мы сделаем по-другому не они а в соединенных штатах а пусть украина в одностороннем порядке займется демаркации границ вот такую сделаем такое заявление это что означает значит заходит какая-то украинская часть в какое-то российское село заявляет эта территория россии начали ставит свои пограничные знаки и начинает готовить к обороне там порошенко же как сказал спешном порядке обеспечить финансирование систему обороны чтобы сразу строить для чего для того чтобы россия начала воевать и у россии в этом отношении в общем-то куда ни кинь и всюду клин если россия выбивает со своей территории что она обязана сделать как государство агрессора вот выбить со своей территории вот и сказать границы россии нерушимы не имеете права вообще их пересекать то тогда начинается бой как же так вот напали на территорию украины русские а почему будто карать а потому что какие-то государственные деятели институты сделают неофициальные юридически ни к чему не обязывающие заявление о том что они признают вот эту территорию как территорию украины почему юридически не обязывающие а потому что они же знают как россия при что сделает и как россия выбита отношение то с россией все равно придется вести экономические политические и зачем им сразу нарушать вот если россия проиграет то тогда это ступенька для того чтобы давить россию и из россии получать прибыль различного рода если россия выиграет до сказать я не я и это ничего это же не государственный институт заявлял значит мы продолжаем отношении с прежних позиций вот то есть как бы запад в этом отношении ничего не проигрывает но они все заявится россия выбивает мы получаем войну с украиной айота вообще накроет по полной программе россия вторглась на территории украины информационно прокачать все население и население которое сейчас и так накачано до предела она будет воевать против русских и вот этот задел очень серьезный вот где-то в 2012 году при очередном юбилеем при очередной дате события на даманском по по моему это был гтр к россия показывали репортаж об офицере и его жене значит в чем суть этого репортажа ну не о событиях значит идет бой на даманском как будут развиваться события с китаем неизвестно там где-то бой бушует и все но вот селе где жили эти военные было много сильно переселенцев западной украины и вот они услышав еще только бой еще не зная как будет развиваться события они сразу же стали угрожать русским вот сейчас китайцы придут ему вас всех перережем то есть вот этот проект создания свидания маргинального русского человека который начал реализовываться в середине девятнадцатого века он работает и вы понимаете какую подпитку в этом случае получает все украинское население которое так находится сейчас под мощным информационным прессингом то есть мы получаем войну надолго и с большими последствиями то есть человек будет жить среди нас и инициативно людей совершать против них теракты будучи якобы своим так вот я к чему это хочу сказать как преодолеть у нас а вот что же нам теперь делать да вот как это там делать путин знает как делать не допустить вот этого самого события поэтому войска центрального округа подняты по тревоге поэтому приграничная зона немедленно наводнена нашими войсками чтобы даже не было возможности войти на территорию россии без боя и захватить там что-то объявить свои территории чтобы они точно знали вот они переходят метр от границы их встречает сразу же артиллерийская пулеметный огонь какой угодно на уничтожение сразу они не смогут дальше границы двинуться а всему мировому сообществу будет показано было попытка атаки отсюда истерика в соединенных штатах по поводу того что наши войска снова у границы отсюда истерика в киеве сорвался новый план втягивания россии войну против украины вы сказали опять о проекте украинизм и сведомизм и отсюда ноги растут так называемых нормальных европейских ценностей ну не совсем так я понимаю что вы говорите о корбане его интервью газете уа да да здесь ситуация в общем такая он понимаете вот все эти неофиты которые стремятся попасть в какое-то элитное общество они волей или неволей выдают самые сокровенные тайны они почувствовали они знают как угодить своему хозяину для того чтобы тот соблаговолил и принял его к себе и они видят на примере той же латвии на который ссылается корван да о том что главной ценностью европы является ненависть к русским то есть он о чем говорит украина должна стать латвией ненавидеть это значит ненавидеть россии русских поколениями целыми поколениями только так украина сможет стать нормальной европейской страной с нормальными европейскими ценностями то есть он прямо сказал что вся европейскость базируется на одной ценности на ненависти к русским а я уже сколько раз говорил про это что начиная с империи карла великого с девятого века нашей эры все военно-политические союзы и экономические союзы европы так или иначе всегда были союзами против россии всегда вот любой союз даже вот направлены казалось бы против третьей страны рассмотришь он все равно против россии имеет цель да это европейская ценность но для того чтобы решить вопрос россию европу уже сколько мучается с нами не может решить уничтожение россии и русских вот они решили высоем вырастить цепных псов бандеровцев бендеровцев вот они их начали растить цель направленно на своих как что называется фабриках по созданию маргиналов с 19 века середина 19 века это в активную фазу структурно вошло а теперь вот эти структурные процессы они идут по всей украине как-то вот мне задавали вопрос по каскаду как же его возглавляет там доездил все его даже как бы патриотом считали украины как бы нормальным с россией каскад каскад да как же его не помню до разумовский вот посмотрите вот он конкретный про вот все о чем говорил разумовский как нужно зомбировать население сейчас по полной программе осуществляют государственные сми а где сейчас каскад воюют а это отдельный территориальный этот кто называется батальон карательный карателем стал конкретно без всяких и сбросил флер весь патриотизм всю свою русскости или украинство если украину считать как он в том же смысле так называемое перемирие порошенко порошенко перемирие ну что тут о нем говорить оно было изначально направлено на нужно было заявить для всех мировых сми что якобы какой-то там президент порошенко заявляет о перемирии вот мировые сми сообщили мировые сми никогда не сообщат о том что украинская армия убивает женщины детей потому что ценность в другом то о чем мы сейчас говорили почему украинские вернее мировые сми молчат о том что происходит что западные журналисты не видят что происходит реально да они прекрасно знают что про реально происходит на юго-востоке украины поэтому они скрывают это все они делают так чтобы люди это не узнали потому что пока убивают русских это соответствует долговременным интересам европейских ценностей и соответственно этому они нужно представить что русские это ищаде ада вот и добрый президент порошенко говорит давайте не будем стрелять а то что через час после этого заявления он открывает ураганный огонь по ополченцам а потом утюжит их самолетами разве будут сообщать о том такой мелочи нет они сообщат об ответном огне что полченцы понимаете ли вот такие нехорошие не захотели разоружаться а вместо этого начали стрелять по мирным этим самым карателям которые пришли же убить женщины детей вот и он пожалуется теперь всему миру вот я хотел мира а не получается я их вот и он не говорит я их там убиваю да реально это происходит так они же меня стреляют разве это нормально когда в нас стреляют как в том анекдоте давайте побьем его а если он нас она что за что вот так вот они так и действуют когда они идут и убивают это нормально когда им сопротивляются как то так на каком основании он сбитый вертолет до 12 спецназовцев как обозначили гуманитарный груз гуманитарный груз вертолет вез 12 спецназовцев нормально но если под словом гуманитарный понимать человечность на человек он сколько убивают западных поэтому я просто хочу поставить его там цель была провокация сообщить миру о том что повстанцы якобы не хотят мира а порошенко и киевская банда якобы такие все миролюбивые вы затронули сейчас западных журналистов вопрос от николая лаврентьева погибли наши журналисты все понимаю очень жаль ребят конечно сотням других погибших там уже все равно но есть вопрос зачем им устроили такие пышные похороны и отдали этой теме столько эфирного времени каков подтекст и также если шарин вопрос давайте сначала я на этот вопрос отвечу потому что вопрос достаточно серьезный значит здесь ситуация такая вот как бы в продолжение почему не видят западные журналисты да потому что те кто начинает правду сообщать о том что происходит на юго-востоке тут же его находит пуля снайпера такие журналисты западу не нужны вот свое время маяковский сказал я хочу чтоб штыку приравняли перо великая отечественная война показала насколько значимо перо на войне и почему сейчас против журналистов идет да дело в том что журналисты создают информационное поле они не дают тому же самому порошенко просто врать и убивать людей так как он хочет выполняя волю своих хозяев журналисты сообщают о том что реально сейчас происходит на территории украины и их вклад в то что там не такая мощная это не такой большая мера кровавости велик если бы не было российских журналистов если бы не было политической воли государя россии то на украине сейчас бы гуляли карательные отряды по полной программе людям бы не дали даже создать ополчение не было бы такой возможности они просто они поэтому это и ненавидят журналистов что те сообщают так как она есть для них самое страшное это сейчас журналисты которые сообщают то что есть и это расходится через средства массовой информации это не остается где-то на просторах интернета кто увидел кто не увидел а вы понимаете что например тот же телеканал звезда тот же телеканал россия или life news какая зрительская аудитория какой общественный резонанс для украинской вот это вот бандитской группировки киевской порошенко для них очень важно чтобы журналистов там не было а мы показываем мы чтим героев мы понимаем что фронт и мы украину вам убивать не дадим наши журналисты будут работать там и будут сообщать миру о всех преступлениях которых творит там киевская банда по уничтожению ведь еще раз повторю на украине идет не гражданская война идет карательная операция по уничтожению части населения и это население сопротивляется но это не переросло гражданскую войну нет этого есть очень серьезные попытки как со стороны части руководства к сожалению руководство вот этих республик так называемый донецкой и луганской и эти усилия к сожалению полностью соотносятся с теми чаяниями которые возлагает соединенные штаты и киев на которые занаряжена киевская банда вот взять по границам да смотрите какой был скандальчик то нам турчинов сообщает о том что границу взяли под контроль то значит его ковал там по этот министр обороны подтверждает что границу взяли под контроль вот тут же снбой порубей который возглавляет он говорит нет границу не взяли под контроль там по-прежнему бандиты и чтобы показать это что граница проходной двор и бандиты там организовали нападение на ряд пограничных пунктов специально организовали чтобы миру показать что там творится бардак я уже говорил в первую очередь надо на ладить нормальную работу границы причем взаимодействовать нужно с государственными структурами госпогранслужбы украины не пытаться заместить ее луганской там или донецкой республикой не пытаться нужно на одном и том же погран пункте иметь пусть даже не договоришься с погранцами но чтобы они точно знали вот здесь стоит ополчение луганской донецкой республики и она работает с вами в постоянном контакте она не мешает вам она только для того чтобы защитить вас от нападений чтобы вы нормально обеспечивали работу границы чтобы был гуманитарный коридор вот и для чего это все а все крики что мы взяли там границу под свой контроль работает на только на то что а вот россия в эту трубу загоняет вооружение загоняет боевиков они там творят что хотят вот такая ситуация к сожалению далее вопрос от максима внезапный взрыв газопровода на украине на следующий день после перевода украины на предоплату какой смысл подрывать его американцами американцы его подорвали сейчас они тормозят строительство южного потока через болгарию но здесь приводит несколько аргументов общий вопрос касаемо этого во первых никакого отношения к теракту этот взрыв не имеет тут и украинские специалисты уже объявили что украинская гтс в 8 раз надежнее гтс россии вот но наверное на основе того что за последнее время на украинский гтс было 8 взрывов она российский гтс ни одного ну поэтому а что касается вообще этого события то есть там все ветшает все ломается денег же нет ни на что надо же все деньги все ресурсы перекачивать соединенные штаты вот все приходит в негодность естественно там где тонко там и рвется и взрывается но почему сразу же было заявлено о теракте а потому что это еще дополнительное условие на соединенных штатов к европе вы что думаете если вы нас совсем выдавите с соединенных что-то говорят европе вы нас выдавить из это с украины мы вам ничем не сможем сделать да у нас вон правый сектор есть да у нас там сбо украины да мы любом участке в любом в любой лютый мороз взорвем и вы останетесь без газа вот они как и это используют обычная техническая причина и поэтому разе для того чтобы вот европа не осталось один на один на разборках соединенными штатами и не получила вот такую катастрофу европе сейчас нужно задрав штаны бежать и строить южный поток расширять северный поток иначе и соединенные штаты европу в бараний рог согнут со всеми их ценностями хоть они и в ценностях совпадают в продолжении темы энергоресурсов стало известно что беларусь и литва резко увеличили поставки нефтепродукт да да вот кто там о батьке лукашенко вот так вот знаете товарищи что танки бронетранспортеры бмп другая техника украинской армии имеет возможность убивать жителей юго-востока только потому что батька лукашенко резко нарастил поставки нефтепродуктов на украину на и на этой на этих нефтепродуктах движется украинская техника украинской армии карательные но еще там литва присоседилась которая тоже не имею вообще ничего фактически будучи сама на подсосе но тоже нарастила поставку нефтепродуктов но от литвы это какой спрос она в нато а вот извините батька лукашенко патриот ну кто хочет убедиться какой патриот пусть посмотрит у нас есть видео как он дает интервью ведь он о чем вот вдуматься там вообще просто вот любая фраза батьки это шедевр вот взять например я бы никогда не посадил этого навального вот ну что что он воровал ну это же никто люди не видели а вот того посадил потому что он кайлом махал куску нет навального навального что там это сама ну и чем наворовал там олигархи больше наворовали а то что навальный здесь вот ему позволяли воровать и тем самым обеспечивалась его материальное содержание за счет ресурсов россии разрушая экономику россии и он на основе этого вел анти государственную деятельность лукашенко не волнует да что ты я его никогда бы не арестовал как это так это же из штатов сказали ему этот кусок дать кормежки потому что арестовав навального ты сразу же покажешь всем остальным врагам россии вы не сможете воровать ресурсы россии разрушать экономику россии и вести анти государственную деятельность у вас не будет внутреннего ресурса на это а лукашенко говорит вот меня лично унизил публично показал там кайлом разбил дверь да вот за это за хулигасу я и посадил а вот в такие серьезные вопросы что ты я никогда не трону того кто ходит под американскими интересами и там каждая фраза это вообще это нечто это шедевр интервью когда рассматривать то что он там сказал он так и пытался сказал все вот на объединенную кстати интервью проводилась в планах реализации плана по объединению к бывшего ссср под эгидой не путина а какого-то другого лидера и сейчас идут поиски и первым естественно очереди это лукашенко сможет или не сможет вот поэтому лукашенко был так откровенен так много чего говорил вот я не буду американцам поперек горло идти и вот дайте мне все я буду от восстановителем у великой россии там все может быть по наследству своему наследнику я и монархию виду вот в россии же идут разговоры о монархизме я монархию виду сам стану первым королем александром ну там если он будет продолжать романовскую династию тогда 4 александром четвертым а если не будет то станет александром первым но зато сын то точно будет николаем первым хотя уж у нас было два николая так что там про лукашенко да вот приехал поздравил сынок его турчину личный подарок показал подарил этому карателю понимаете он все сделал лукашенко чтобы показать соединенным штатам я я самая оптимальная для вас фигура чтобы быть во главе россии и вот она снабжает убителей этих убийц карателей стояли бы танки не летали вертолеты если бы не батька лукашенко не было бы у них столько горючего вот такая демократия и шпиденция беларуси на украине тоже интересное событие посадившего тимошенко судья в розыск а в это вот как раз мероприятия по развалу государства вот одним из элементов которые будут характеризовать начало гражданской войны это будет развал правоохранительной системы и вы смотрите ну тимошенко сидела по политическому заказу вот мы сейчас о навальном говорили да сидела одно есть что-то выдумывали о том что она там своровал да ничего не выдумывали я же предъявили реальное преступление а теперь по политическим мотивам судью который посадил лукашенко ну что что там сфабриковал да нет он ее за реальное преступление посадил а чтобы знали вот когда каждый следователь каждый судья будет знать кого можно трогать а кого нельзя какой банде примкнуть чтобы тебя не наказали вот тут и рухнет окончательно всякая государственность и начнется гражданская война по полной ну там еще есть целый ряд аспектов когда будет характеристика гражданской войны но один из них и очень важный это полный развал правоохранительной системы когда будут ориентироваться на тех кто сильный и будут думать ты сейчас сильный а завтра ты какой будешь вот янукович был сильный мы выполнили а завтра его свергли и я теперь наказан а это означает что никого из таких преследовать не будут а это означает что кланово корпоративный интерес ставят выше государственного а это означает войну кланово корпоративных интересов вот вам территориальные батальоны созданные олигархами которые вцепятся друг другу в глотку далее вопрос касается компетентности что ли американцев от ивана в каком плане как вы можете объяснить тот факт что представителям госдепа сша поставлена джемп саки она же регулярно делает просто смешные заявления депутат федоров утверждает что американцы просто считают нас за не до человеков и поэтому поставили кого попало он говорит что им просто плевать они все равно победители получаются россии дань в том числе и учеными детьми не беспокоиться ни о чем так как чтобы россия не делала все равно она у них в кармане так ли это или у них и вправду у самих так все плохо в вашингтоне что джен самый компетентный человек для этой работы вот и ответ на вопрос вашингтоне все так плохо потому что джемп саки самый компетентный человек в вашингтоне и дело тут не в конкретные джемп саки дело вот в чем джемп саки продукт системы образования она продукт государю этого кланово-корпоративной государственной дисциплины как продукт государственного системы образования она знает ровно столько сколько ей необходимо знать по профилю исполнения ее обязанности то есть она должен в обязанности у нее входит то что она должна зачитать то что и подготовила вот эта группа которая готовит доклады и ее совершенно не в ее задачах знать какую-то там биографию историю или еще чего-то и вся проблема то в том что если раньше все эти брифинги проходили как проходили пришла какой-то там госпредставители еще там этот что-то там зачитал и все ну в развитие задали политкорректные вопросы знаю что если не задашь политкорректные вопросы тебя накажут ну вот и ты можешь завтра уже из президентского ли там конгрессами конгресс пула конгресса и откуда-то моментально выпасть вот никто эти вопросы не задавал поэтому они казались умными они были точно такими же как псаки но они казались умными потому что ситуация была другая им вопросов не задавали поменялась политическая ситуация и вдруг ассошейдет пресс обратите внимание ее прессует преимущественно ассошейдет пресс и иногда присоединяется раша тудэй ассошейдет пресс начинает прессовать и показывать дубизм понимаете то чего раньше не было вдруг появилась но его наказать нельзя уже прямо мэтью ли говорит а меня нельзя наказать а почему его нельзя наказать а потому что это вне юрисдикции страновой элиты ну что ассошейдет пресс эта система другого оповещения и он ее опускает что касается того поведения джейн псаки да ну да у нее когда она пытается там комментировать на когда она стала комментировать а после того как у нее состоялась депрессия и что ее за кошмарил российская пропаганда на территории Соединенных Штатов. Опять же, какую квитанцию сама Псаки выписала, что ее закошмарила российская пропаганда на территории Соединенных Штатов. И у нее нервный срыв. Вот она отдохнула, и после этого у нее появились и ростовские горы, и появились у нее море Беларуси. То есть ей что сказали? Нарушить инструкцию. Вот надо понимать, что в Соединенных Штатах самая важная это инструкция. Вот если человек выполняет свою работу, не нарушая инструкцию, но даже при этом приносит ущерб корпорации или государству, он подлежит награде. Потому что он выполнил инструкцию. Но если человек проявил инициативу, нарушил инструкцию, и даже при этом принес благо корпорации или государству, он подлежит наказанию. Вот такая система управления у них государственная. Соответственно, этому Псаки, она легко сдавала всех. Она говорила, это не меня, я уточню. А это что? Разве я по инструкции? Она не обязана на это отвечать. Она говорит, да вот пусть спичрайтеры мне скажут, где там, что там. Это не мой вопрос. Понимаете? И она правду говорила. Она выполняла полностью по инструкции, ее наказать нельзя было. Но они же все видят реакцию в мире. И тогда ей говорят, Псаки, Джен, ты давай это самое. Проявляй небольшую инициативу. Мы тебе твои нарушения инструкции спишем. Давай. Но для того, чтобы проявить инициативу, нужно было получить нормальное образование, не американское. Понимаете? Если бы она получала нормальное образование, она бы знала, что в Ростове гор нет. Понимаете? Она бы глупости не говорила. Но поскольку она этого не знает, она пытается там что-то как-то выкрутиться. И у нее где-то там что-то пришло. Опять ее нельзя наказать. Потому что она получила приказ нарушить инструкцию. И пытаться выкрутиться. Но она тем самым только ухудшила. Цук-цванг. Классический. Все ей в пользу. Да. Каждый последующий этот только ухудшает положение. Но этот шаг вынужденный. Она вынуждена это делать шаг. И американская администрация вынуждена делать этот шаг. Но система образования не обеспечила их необходимыми кадрами. В качестве, в плане государственного управления. Да. Вопрос от большевика. Вы утверждаете, что страновая элита США сейчас имеет интересы, отличные от глобального предиктора. А как же так вышло, что ГП утратил контроль на США? Когда это произошло? Если недавно, то как эта страновая элита успела за короткое время обрести способность не подчиняться? А если давно, то почему ГП за такое время не смог прижать их к ногтю и добиться беспрекословного подчинения себе? Вообще, можно ли считать США суверенным государством, если оно способно проводить в жизнь политику, противоречащую интересам ГП? Нет. И оно не способно проводить политику, противоречащую интересам ГП. Страновая элита в меру своего понимания всегда работала на интересы страны. Но эти интересы страны с более высокого уровня управления, с глобальной политикой были вписаны. И вот пока система была нормально настроена, пока не пришла в разбалансирование, то глобальный предиктор, а это очень узкая корпоративная, по численности это очень небольшое количество населения планеты Земля, и она не может заместить собою все управленческие кадры во всех странах. И даже в одной стране, как в Соединенных Штатах. Для того, чтобы не оторваться от населения. Им же нужно показывать демократию и все прочее, что там народные выдвиженцы выходят. Но вписанные в общую систему эти народные выдвиженцы, представители страновой элиты, работали так, как надо. Но пришло в разбалансировку по закону времени все состояние в мире. Понимаете? Глобальный предиктор теряет всем. И страновые элиты всех стран в меру их возможности начинают брать на себя те функции, которые раньше в отношении этой страны осуществлял глобальный предиктор. И все страны в той или иной мере начинают выпрягаться. То, что вот сейчас мы наблюдаем на Соединенных Штатах, и это наиболее так видно, так только потому, что Соединенные Штаты на протяжении долгого периода были как бы сверхдержавы, осуществляющие жандармские функции по отношению ко всем странам и народам. И на нее все смотрели. Вот. Но те процессы, которые идут в Соединенных Штатах, сейчас проходят внутри всех абсолютно стран. В том числе и в России. Что и послужило залогом того, что Путин смог проводить собственную глобальную политику и на основе этого найти взаимопонимание с глобальным предиктором. И глобальный предиктор пошел на то, чтобы найти соглашение с Путиным, а не конфронтировать до гибели цивилизации на всей планете Земля. Вот как дело обстоит. Возвращаясь к прошлому выпуску, вопрос о текущий момент от 17 июня. Говоря о применении химического, биологического оружия на территории Украины, вы сказали, что теперь следите за смертями микробиологов и связанных с этим ученых. И вот как раз пришла новость в США. Около 75 американских ученых могли заразиться сибирской язвой. Да. Хорошая новость. Могли заразиться, а могли не заразиться. Вообще, если прочитать это сообщение, и Тартас, кстати, вот, а теперь оно просто ТАСС скоро будет. Вот. То, в принципе, надо понимать, что это, в принципе, ответ. Примените это оружие на территорию Украины, будьте готовы к адекватному ответу. Опять возвращаемся к прошлому выпуску, в комментариях на канале на нашем на YouTube. Очень-очень много было комментариев. После того, как вы рассказали о так называемой истерике Дугина, и начали спрашивать, ну, хорошо, ну, то есть вы сказали, что Дугин не разбирается в геополитике, но товарищи, наши оппоненты, может быть, задают вопрос, а как так Дугин не может разбираться в геополитике? Он ведь доктор, профессор, профессор. Это разработчиков геополитики в России, кто, ну, кроме Дугина. А кто такой Пякин, вообще неизвестно. Да, да, так. А я же не говорю, что кто я. Я предлагаю судить по тому, что происходит. Значит, я поставил там двойной вопрос. То есть, понимает он, о чем говорит, или не понимает. И почему я сделал вывод о том, что он не понимает. Вот, если он, конечно, как бы здесь не врет. Он сказал в том же ролике о том, что Украина в геополитическом плане из себя ничего не представляет. И это говорит геополитик. Ну, мало того, что вот как бы геополитики как науки не существует, геополитика это разновидность внешней политики, специально внедренная как бы в интеллигентские круги для объяснения неких процессов, которые являются процессами надгосударственного уровня. И геополитика ничего не объясняет. Но, давайте посмотрим базовый постулат геополитики. Геополитика делит все государства на государства суши и моря. И говорят, опять же, базовый такой момент, география это приговор. Ну, с этих двух моментов давайте и поговорим. Значит, почему всегда говорят, что государства моря, они более эффективны, они там добиваются всего. А что такое море? А море это транспортная сеть. Вообще, самая большая доставка, все грузопотоки, они шли водными путями. Реками, морями, океанами в конце концов. И вот тот, кто имел возможность построить флот, тот фактически мог диктовать волю в перевозке грузов. Потому что по земле ты столько грузов с такими трудозатратами не сможешь перевезти. Поэтому, когда глобальный предиктор переносил свою ставку из Венеции к Генуи, куда перенесли? В Голландию. А что Голландия? А Голландия это реки через всю Европу и выход к морю. А потом Великобритания. То есть, мы должны понимать, что море не само по себе, а как транспортная система. По отношению к современному миру добавились другие транспортные системы. Это железнодорожный транспорт, это трубопроводный транспорт. Вот последнее надо иметь в виду. Что такое Украина? География же это приговор. География Украины заключается в том, что Украина лежит на пути из России в Европу природного газа. Перекрытие вентиля на Украине – большие проблемы в Европе. Как же, извините, тогда это само... Украина-то ничего не значит в геополитическом плане. Но этим же ведь не заканчивается. Помнится, Соединенные Штаты говорили о том, что они готовы обеспечить Западную Европу сланцевым газом, если Европа откажется от покупки природного газа в России. Но все эти самые аналитики как рассуждают? Ну, это, знаете, дела как бы далекого будущего. Сланцевый газ, он очень капризный. По трубопроводам его не погонишь. Перевозка вообще очень дорогая. Как они вообще собираются это все делать, там все прочее. А вот здесь-то и нужно посмотреть на те события, которые происходят на юго-востоке Украины. Чем богат юго-восток Украины? Сланцевым газом. Имеем в виду, что проблемы доставки для Европы сланцевого газа резко сокращаются при доставке с Украины, нежели чем из океана. Так ведь? Но ведь у Украины есть магистральные газопроводы. Я говорился, я только что говорил, что газ далеко не погонишь по газопроводам. Так? Сказал? А я скажу еще одну вещь. У Украины есть собственная газодобыча. Там 20 миллиардов, это как бы немножко. А вот здесь-то все исходится. Дело в чем? Дело в том, что сланцевый газ можно транспортировать по газопроводам, если его смешивать, примешивать к природному газу. Что получаем на выходе по Украине? Источник сланцевого газа, источник природного газа, готовый трубопровод и потребитель в Европе. И нам после этого говорят, что Украина никакой не субъект... Геополитический субъект. Да, геополитический субъект. Геополитика. Ну так и у меня вопрос, Александр Геевич. Что ты понимаешь в геополитике? И что такое геополитика, если вот такие элементарные вещи геополитика просчитать не может? А вот с уровня глобальной политики это на раз видно. Так что я ни за какими этими, кто называется, статусными делами не бегаю. Там профессора, доктора, академики, мне это не надо. А каждый человек должен сам для себя определить, что для него значит информация, которую он услышал. И пусть сам для себя определит, геополитика или глобальная политика. Что отвечает задачам управления, на основе чего можно решать задачи управления. А на основе чего решать задачи управления нельзя. Вот Стариков Николай Викторович всегда говорит, вот если мы изучим законы геополитики, мы сможем противостоять. Вот как мы изучаем. Один из основоположников геополитики загоняет Россию в ловушку и не видит ключевой роли Украины. Из-за чего весь сырый бор по юго-востоку, из-за чего карательная операция идет. Я сценарий там рассказывал по Украине. Три сценария, все три сценария. Это разрушение юго-востока и сгон людей с этой территории. Так что вот такая ситуация. Еще две интересные новости пришли на прошлой неделе. Первое, то что иностранные посольства в Киеве готовятся к эвакуации. Да. Для западных стран не секрет, куда ведет политика киевской банды, на что она ориентируется. И вот к вопросу опять же о гражданской войне. Вот когда гражданская война, то иностранным посольствам лучше свернуть свою деятельность и оставить какие-то депредставительства. Тех, кого там, ну вот как, могут посла убить? Могут. Убили же консула в Бенгазе. Убили. Вот. И еще есть разные варианты. Вот у нас, например, Грибоедова убили в Иране. За это, правда, Шахп винился. Вот. А вот за нападение на российское посольство, киевская банда, в принципе, что с нее брать? Вашингтон еще извинения не принес. А дещица должен быть наказан, несмотря на то, что он теперь не министр иностранных дел. Это будет хорошим уроком и представителю новой майданной гопоты. Ну что они опять там назначили кого-то? Вот. Неважно. От киевской банды не может быть назначен нормальный человек. Вот это надо понимать. Просто человек, который будет возглавлять любой орган у киевской банды, это всегда будет майданная гопота. Был он на майдане или не был там, вот дещица был, а этот не был. Ну и не надо. Но он все равно майданная гопота. И второе сообщение о том, что в Бельгии задержан глава отделения швейцарского банка ВИБС. Да, это очень интересная вещь. Это крупнейший швейцарский банк, второй по величине европейский банк. И Бельгия покупала макулатуру, когда Россия вдруг с макулатурой решила завязать. Ну я имею ввиду макулатуру американскую. И теперь Бельгия является третьей после Китая, Японии держателем вот этих американских долговых обязательств. И соответственно этому банковские работники что-то так и знают. А вспомните, сколько? 14 выпало, да, банкиров. Вот 14-й год и 14 банкиров выпало. За зиму, весну, вот летом еще пока никого. И вот летом арестовали первого банкира. Но ведь арест это не полет из окна. Это же не сработавший этот строительный пистолет. Это же человек живой и будет давать показания. А какие показания он даст? Кто на это завязан? Какие системы управления можно будет порушить? Так что кто сделал сигнал и кому? Основательное заключается в следующем. Глобальный предиктор Соединенным Штатам. Успокойтесь. Будут проблемы. Они будут, кстати. Ждем. И последний на сегодня вопрос от Ольги из Украины. Уважаемый Валерий Викторович, помогите разрешить наш спор с мужем. Мой муж изучает КОП уже больше года, а я только начала изучать, но смотрел почти все видео, еще начинаю с Петрова. Много сам муж рассказывал. Сейчас, когда на Украине беспредел, я считаю своим долгом помогать в разрешении всего этого и много времени провожу в интернете, чтобы открывать правду происходящим и распространять КОП. Муж считает мою деятельность бесполезной, а сам практически ничего не делает. Зато наизусть цитирует много и скоб. Когда я ему говорю, что нужно все, что он уже освоил, отрабатывать практически, у него одна отговорка. Я еще недостаточно все изучил. А я, как вижу, процесс этот бесконечный. И изучать что-то придется постоянно. Иначе не будет развития. А применять уже изученное нужно сразу идти параллельно. Теория и практика. Муж бывает агрессивен. Я считаю, что из-за того, что все его изучение идет только в наработку интеллекта. Подскажите, в чем я ошибаюсь? Вы не ошибаетесь. Дело в том, что действительно человек должен учиться всю жизнь. И всего сразу не освоишь. А что касается статно-догматического знания и практического применения, то надо понимать. Вера без дела мертва. Поэтому сколько смог освоить, столько надо сразу же применять на практике. И так поступенчато. Вот освоил какой-то объем знаний, сразу в практику. Освоил дальше, сразу в практику. Тем самым снимается кризисность даже в бытовых вопросах. Поэтому здесь должно быть... Это вот понимаете, сразу и теория, и практика, они должны идти рука об руку. Иначе ничего не будет. Либо будет недостаток теории, либо будет отсутствие практики. А это в любом случае кризис. Как в социальных процессах, так и даже в бытовых. На этом вопросы у нас закончились. Ну что ж, всем спасибо за работу. Присылайте вопросы, будем стараться на них отвечать. Но, повторю, если вы будете эти теорию, концепцию общественной безопасности знать, будете знать достаточно общую теорию управления сами, то в нас нужды не будет. Вы сами будете разбираться с любым авторитетом. Вы сразу будете понимать, что он говорит и как он говорит. Вы будете на раз видеть, что авторитеты очень много. Дутые. До следующей встречи. До свидания.